Что делать, если вы льготник, но регулярно приходят налоговые начисления? А если вы давно продали недвижимость, но вам присылают налог? Этот и многие другие вопросы озвучили участники круглого стола, организованного общественной палатой Зенцовского района. Самый же вытрепещущий вопрос о недавних уведомлениях, когда плательщикам пришли квитанции о начислении налога за три минувших года. Очень многие многодетные, одни приносили документы и обновляли, подтверждали свою льготу. И сейчас все равно им пришли налоги за три года. Что им делать? У него каждый уже есть возможность, да, с детьми прийти в инспекцию, инвалиду при этом самому может позвонить. Нет, может, пожалуйста, у нас идет прием. Налоговую инспекцию на круглом столе представляла специалист Татьяна Лазоренко, которая озвучила подробную информацию о налоговых начислениях для льготных категорий граждан. Так, многодетные семьи имеют послабление в уплате налога на одно транспортное средство. По федеральному законодательству могут уменьшить налог на имущество и доходы физических лиц. Подать налоговый вычет можно в федеральную службу по месту жительства или через личный кабинет. По поводу многодетных. Льгота до 2016 года предоставлялась всем, на все любые автомобили. То есть, с 2016 года льгота предоставляется только на транспортные средства, не превышающие, мощность которых не превышает 250 лошадиных сил. И также у нас не предоставляется льгота теперь на автомобиле, которым применяется повышающий коэффициент. С налогом на землю сложнее. Он устанавливается решением местного совета депутатов. Так, в Голицыно, Ершово, Горском, Чесцовском, Никольском поселениях, а также в Денцово льгот по уплате налога на землю не предусмотрено. При этом в Барвихе, Захарова и Кубинке такая мера поддержки семей существует. Например, в Барвихинском поселении 100% в отношении одного земельного участка. В Больших Веземах же имеющие постоянное место жительства в городском поселении. Или в отношении одного земельного участка в пределах установлен минимальная норма предоставления. То есть, каждое поселение, оно, соответствующим образом, по-разному устанавливает вот эти вот боты. Представители ветеранских организаций выразили недовольство ситуации в налоговой инспекции. Бесконечные очереди, невозможность дозвониться нужному специалисту. Все это только сгущает краски и не дает возможности своевременно решить возникшую проблему. Тем не менее, старший инспектор Татьяна Лазуренко рекомендовала по всем вопросам обращаться в налоговую инспекцию по телефонам, которые вы видите на экране, а также сообщать о проблемах на телефон горячей линии.